Врачи-онкологи из более чем 50 регионов России, а также множество зарубежных стран принимают участие в ежегодном конгрессе российского общества онкомомологов, который второй год подряд проходит в Сочи. Помимо традиционных докладов, для участников конгресса будут организованы дискуссионные площадки и круглые столы, на которых главные врачи онкологических учреждений, лучевые терапевты, мамологи, радиологи и другие специалисты решат, как правильно сообща бороться с этим страшным заболеванием. За три дня эксперты обсудят все инновации в лечении рака молочной железы и проблемы, с которыми сталкиваются онкомомологи. Наша страна, Россия, уже в течение нескольких лет полностью обеспечена современной аппаратурой, мамографической, которая позволяла бы достичь более успешных результатов, если бы правильно была использована. Потому что по подсчету Международного агентства по изучению рака у нас аппаратов больше, чем даже необходимо. Но в ряде регионах их используют не как метод скрининга, то есть когда женщины еще не жалуются, а как метод уточняющей диагностики, когда сама женщина уже нащупала опухоль и нет необходимости здесь что-то выявлять, когда уже выявлено. Однако в регионах, где оборудование используют как положено, уже намечается снижение смертности, в частности благодаря скринингу. Среди регионов с наиболее успешной практикой – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан. Скрининг – это очень тяжелое технологически и затратное, так сказать, материальное, потому что это охват населения в большом количестве, правильная интерпретация. И в частности Республика Татарстан в этом плане хорошо, что нас государство поддержало. Конечно, это не стопроцентный охват, у нас есть госзаказ на изучение определенного количества женщин, и уже на тех данных, которые есть, мы получили улучшение и ранней диагностики, соответственно, и снижение смертности. Тем не менее, в России ежегодно выявляют около 53 тысяч новых случаев заболевания, поэтому такой конгресс в нашей стране просто необходим, ведь он призван стать единой площадкой для обмена опытом в лечении рака молочной железы. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.